Здравствуйте, коллеги. Я уже не раз докладывался на Мингео и на других площадках о системе управления данными Геобанк, которые разрабатывает наша компания, о тех проектах, которые были выполнены. И сегодня я решил немножко изменить саму презентацию и сделать упор не на функционал системы и не на выполненные проекты, а просто сделать на те особенности, с которыми сталкиваются специалисты, которые занимаются внедрением данных систем, с которыми сталкивается заказчик. Вообще, что такое, чем наши геологические данные отличаются от каких-либо других, по большому счету, конечно же, ничем, именно если глобально рассуждать. Но вот я сегодня покажу некие особенности. И все равно все буду делать на слайдах, показывать на каких-то готовых примерах, которые были выполнены в ходе работы. Значит, в чем сложности, в принципе, управления геологическими данными? Первое – это различные источники поступления данных. То есть, если у нас в проекте участвует компания, у которой есть несколько активов, или это пусть даже одна там георазведочная какая-нибудь экспедиция, которая, тем не менее, ведет работы на каком-то участке, но это все равно не один человек. Источники поступления первичной геологической информации, они различны. То есть, это геолог, это лаборатория, это маркшейдер и так далее. На производстве вы понимаете, что это гораздо большее количество. Это дополнительно производственные какие-то службы и дальше. То есть, данные поступают из разных источников. Их необходимо собирать как-то воедино. Второе – это многовариантность процесса. Один и тот же процесс, казалось бы, идентичный на одном и том же типе руд, на одном и том же типе месторождений двумя разными людьми, может вестись абсолютно по-разному. Поэтому уложить это как-то в единую понятную конву – это целая задача. Третье – это случайные ошибки, которые возникают, естественно, когда мы говорим про любой процесс сбора первичной геологической информации. Мы понимаем себе, что это… Ну, сейчас это что там? Человек записал что-то на бумажку, потом начал перебивать это в электронный вид. Или занес это в электронный вид, потом начал нажимать кнопки Ctrl-C, Ctrl-V, куда-то это копировать, куда-то это переносить, экспортировать. То есть, всё равно копятся случайные ошибки, которые могут быть занесены при подобных вещах. Это систематические ошибки, потому что при получении нами первичной геологической информации за систематической ошибкой следят не так часто. И те вопросы, где за систематической ошибкой действительно следят, это в основном вопросы каких-то измерений. Это могут быть какие-то лабораторные исследования, это могут быть какие-нибудь геофизические исследования, где понимают, что систематическая ошибка бывает и за неё пытаются отслеживать. На других типах данных, я не знаю, скажем, при съёмке координат, скажем, или ещё в чём-то, инклинометрии, не так отслеживаются данные вопросы. Уж тем более я не говорю про геологическое описание, какая там систематическая ошибка. А тем не менее, и там такие вещи бывают. И сложность обмена данными между различными подразделениями, какой-то горнодобывающей компанией. Это также важный пункт, потому что вроде бы мы живём в современном мире, современный век, там электронные технологии, интернет, электронная почта, сети. И тем не менее, всё равно люди часто забывают передавать друг другу информацию, забывают передать обновлённые данные и так далее. И вот это всё накладывает дополнительные сложности. Какие задачи ставятся, когда внедряется система управления геологическими данными? В том числе наша система, Геобанк. То есть это не просто система для документации и получения отчётности. Это система, которая должна решить глобальный набор задач по управлению данными. Первое – это стандартизация сбора этих данных, стандартизация ввода этой информации. Второе – это построение нормального бизнес-процесса по работе с первичными данными. И даже с интерпретированными данными. Геологические данные у нас подразделяются на первичные и интерпретированные. Это минимизация ошибок, анализ этих данных, контроль за ними и обмен данными не только внутри компании по подразделениям, но и внутри каких-то производственных циклов, в различных системах и так далее. Одна из важнейших задач, которую я разместил в конце списка и подчеркнул – это разработка нормальной инфраструктуры. Потому что сейчас часто приезжаешь, у людей нет связи, у геолога стоит чуть ли не 286-й пендиум какой-то, и он пытается на нём что-то делать. Это, тем не менее, вроде бы, казалось бы, ну, как мы в 21 веке живём, но, тем не менее, с этим сталкиваешься всегда. Я буквально вчера общался с людьми, которые хотят внедрять систему, им нужно, у них есть задачи, очень важно, руководству надо, надо это, надо то. Я говорю, ребята, как у вас со связью? Связи нет. Как у вас с компьютерами? Компьютеры плохие. Вот как бы о чём мы говорим? Мы хотим что-то управлять данными, получать оперативную информацию, отчётность и так далее, а у нас не на чем ехать. Основные источники вообще данных, какие у нас? Я выделил самые такие близкие, да, самые понятные. Это, понятно, георгоразведочная, эксплуоразведочная работа. Первый источник поступления первичной геологической информации. Это моделирование и проектирование, да, это специалисты, которые выдают нам информацию. Это сопровождение добычи, естественно, и это отчётность, данные прошлых лет, данные предыдущих работ и так далее, и так далее. То есть информация, которая сейчас накоплена, имеется в бумажном виде, в электронном виде, часто про неё забывают, её чрезвычайно часто забывают включать в базы данных, используемые в дальнейшем при моделировании. Это приводит часто к ошибкам, иногда к недооценке, иногда к переоценке, ну и так далее. Соответственно, это тоже важный источник. Теперь быстренько пробегусь по тому, что подразумеваю, под каким процессом. Стандартизация ввода данных. Здесь, на самом деле, всё очень просто. Первое, что необходимо разработать, это разработать саму структуру базы данных. То есть как вы будете хранить, какие данные, как между собой будут связаны. Да, это очень просто, это на уровне простейшей математической логики, даже не математистической, а просто логики. Да, как у меня будут связаны между собой данные. Это разработка структуры базы данных. Это разработка форм ввода информации, собственно говоря. Это могут быть различные формы, таблицы и так далее, где человеку понятно, визуально представлено, какую информацию он должен занести, где ему удобно представлена информация, которая будет выбираться из каких-то справочников и так далее, где системы его будут предупреждать о том, что он не ввёл какую-то информацию, ввёл её ошибочно, ну и так далее, и тому подобное. То есть это простейшие инструменты, визуально понятные любому человеку, на которых можно видеть, куда и какие данные заносить. При этом это можно сделать последовательно, чтобы ещё стадийность процесса соблюдалась. И разработка, собственно, самих справочников, потому что часто начинается внедрение системы, приходишь на предприятие и говоришь, ребята, давайте ко мне справочник, скажем, геологических кодов, которые у вас есть, а справочника нет. В принципе, нету. То есть приходится всё это разрабатывать, потом дорабатывать, потом выясняется, что что-то забыли. Ещё надо донести, и вот это вот подтягивается. На самом деле это три простейшие задачки. Первую задачку мы всегда помогаем сделать своим клиентам. Вторую задачку – это вообще наша работа. Ну а третья, она довольно простая, её специалисты любой компании могут сделать самостоятельно. А мы лишь это используем в дальнейшем. Построение бизнес-процесса. Я вот сейчас быстро по слайдам покажу на примере, наверное, самого такого интересного бизнес-процесса в последнее время, связанного с опробованием. Тем более, что у нас тут вопросы опробования поднимаются. Вот я тоже решил про опробование немножко рассказать. Значит, полностью бизнес-процесс. Что у нас сначала идёт? Керн достали. Геологическое описание керна. Получение отчётной документации. Соответственно, разрабатываются таблицы ввода данных для геологической документации. Получается в автоматизированном виде документация сама. Дальше. Выделение проб и формирование журнала опробования. Это, опять же, какие-то визуальные формы, в которых удобно просматривать, выделять пробы, получать журналы опробования в виде документации в автоматизированном виде. Этот процесс легко отслеживается. Дальше. Формирование. Ну, я показал формирование этикеток проб. Это сейчас довольно модная штука, что система автоматически должна формировать этикеточку для пробы. Дальше мы её печатаем на бумажке, на пластике, там, кто во что гораст. И помещаем данную бирочку в мешок с проб. Используется это потом для считывания, да, соответственно, этих бирок автоматического помещения в систему информации о том, что за проба, откуда отобрана, ну и вот вся первичная, которая есть, которую мы хотим выпить. Дальше увидим, где это будет. Само создание отправки, да, то есть заказа в лабораторию внутри системы, где мы проверяем или, если необходимо, добавляем, где у нас стандартные образцы, где у нас холостые образцы, где у нас контрольные дубликаты и так далее. Таких вариантов может быть очень много, да. Вот на слайде видно, что есть, действительно, указка не работает, есть дубликаты, есть стандарты, есть бланки. И дубликатов может быть много, я просто не стал показывать, там, где полевой дубликат, там, аналитический дубликат и так далее. Создается отправочка в электронном виде, получается распечатка на бумаге данной отправки, отправляется это все вместе с вашим заказом, уходит в лабораторию. Можно в своем реестре отправок в дальнейшем посмотреть, какие ушли, какие вернулись и так далее. Дальше, после отправки. Сейчас, последний, наверное, год, мы еще зацепили кусочек работы в лаборатории. Это контроль за приемкой проб, то есть вот то самое считывание этих бирочек и информация о том, поступили, не поступили, какие пробы поступили. Это измерение физико-механических свойств проб, то есть в данном случае просто взвешивание, подключаются весы к системе, и автоматически данные по весу, влажному, сухому, уходят в систему, в систему формируется журнал измерений массы. И после этого данные уже проходят внутрилабораторные. Внутрилабораторного процесса мы не влезали, для этого есть отдельные решения. Происходит измерение, полученные результаты передаются заказчику, загрузка результатов в систему. Вот видно, что система предупреждает о каких-то ошибках, если они есть, или о каких-то пунктах, на которые следует обратить внимание, или нет образца, такого номера нет, что-то перепутано, значение не том. Сразу автоматом получаем, естественно, отчетный какой-то вариант визуальный, чтобы посмотреть, и контроль опробования. То есть это построение типовых графиков, сходимости, карт Шухарта и так далее. То есть вот коротко, небольшой бизнес-процесс, как передаются данные, какие данные существуют, и как мы с ними работаем. Казалось бы, процесс маленький, а количество обмена данными и количество самих данных довольно большое. И внести здесь ошибку очень просто. Поэтому вот такая автоматизация, как я показал, она минимизирует ошибки и увеличивает, в принципе, скорость получения этих данных, их обработки и предоставления конечному потребителю, в данном случае геологу. Значит, какие еще минимизации ошибки бывают? Первое – это проверки при самом вводе данных. То есть это, как я на примере системы Геобанк Мобайл нашей здесь показал, что во время ввода сразу проверяются ошибки типовые, которые могут быть. Забыли код внести, случайно перепутали значения интервалов и так далее. Ну, там вариантов может быть большое количество этих проверок. Но это уже делается на этапе занесения информации. Визуальный контроль. То есть как только данные попали в систему, можно визуально просматривать какую-то информацию по данным. Я показал просто здесь, привел примеры по литологии. Да, это здесь может быть подгружена геофизика. Ну, вот я показал исследования по скважинам геофизические. Также визуальный контроль. Как только данные с геофизических приборов поступили, прямо в формате ЛАС можно загрузить в систему, посмотреть, проконтролировать. Ну, или любые вообще другие данные. Вот это вот не геологические данные, да, это данные по проектированию фактической отметки рельсовых путей на одном из месторождений делали. Вот также визуальный контроль. Или, скажем, какие-то просто производственные данные. Я привел пример в виде отчета по движению товарной руды. Опять же, это чисто визуальный контроль и автоматизация расчетов. То есть что системы делают? Они автоматизируют расчеты. Казалось бы, простейшие математические действия. Но, тем не менее, их автоматизация серьезно повышает качество и скорость обработки данных и при этом минимизирует человеческие ошибки. Анализ данных. Соответственно, анализов данных может быть огромное количество. Я просто расскажу быстренько о том, что на практике видели, что на практике есть. Понятно, что математический анализ данных это очень легко применяется, когда все данные объединены в единую базу. То есть любые логико-математические выражения можно реализовать внутри системы и получать анализ относительно этих данных. Здесь представлен чисто визуальный контроль, какой-то и анализ. То есть я понимаю, что у меня идет бурение. Здесь слева скважины раскрашены по содержанию, по наибольшим значениям содержания в пробах по данным скважины или по средним, неважно. Вот то, что справа, видно, что там малые значения содержания, поэтому этот кусок, вполне возможно, не информативен. А слева там большие, поэтому его разбуривают поактивнее. Даже визуально уже видно, куда следует направлять свои работы. Там можно подгрузить какие-то еще данные. Я показал просто инклинометрию для того, чтобы посмотреть, как это все в плане и в пространстве будет видно. Можно делать различные анализы на основании данных, загруженных в систему. Ну, я показал пример на основании литологии и геофизики. То есть здесь ведется увязка данных по геофизическим исследованиям. Любой анализ большого объема данных в разрезах года, месяца, в виде работы и так далее, и так далее, также доступен, когда данные сведены в единую систему. Ну, я просто вот так же привел просто несколько отчетных показателей, сведения о распределении выполненных работ, просто сводная информация по каким-либо проектам. Здесь вот информация по работе бурового станка, информация по распределению анализов по формам и диапазонам групп. То есть это какая-то аналитика, которая автоматически формируется на основании занесения большого объема информации, поступающего из разных источников. То есть эта задача довольно серьезная, и она решается как раз при внедрении системы управления данными. Контроль за данными. То есть как только ваши данные попали в систему, вы хотите их как-то проконтролировать. Здесь что может быть? Это может быть как и отчетный контроль, в виде вот такого, допустим, отчета просто. Да, а сколько данных, почему у меня было загружено? Так это, естественно, и контроль за изменением наиболее важной информации. Ну вот тоже пример по занесениям данных. Видно, какие данные присутствуют, какие отсутствуют. А вот данные по контролю за информацией, история редактирования тех или иных данных и тому подобное. То есть это вопросы, которые на самом деле очень важны. Большинство компаний, особенно золотодобывающих, они очень трепетно относятся к вопросу изменения данных по содержаниям в своих пробах, которые, тем не менее, зачастую встречаются. И поэтому вопросы такие, а никто ли не поменял значение, они встают постоянно. И приходится контролировать эти вещи. И при применении систем таких управления данными это наиболее просто. Понятно, что давно уже внедрены методики архивации данных, методики бэкапирования, зеркалирования данных. Это защита от внезапных потерь. Там что-то где-то перегорело, сгорело, остановилось, не работает и так далее. А здесь мы говорим именно о пользовательском контроле. Ну и обмен данными. Естественно, при внедрении таких систем самое важное – это обмен данными. При этом обмен данными не только между подразделениями, компаниями, но, возможно, между различными активами. Здесь я показал пример действовавшего проекта геолого-разведочного, где обмен данными проводился между разными подразделениями, которые находились при этом еще в разных странах в данный момент. То есть это участок геолого-разведочных работ, это некий лагерь обработки данных. Это центральный офис в Москве, это еще отдельная аналитическая лаборатория, не в Москве. И вся эта информация в итоге с использованием системы, системы управления данными, она сводилась в единую среду, доступную разным пользователям в зависимости от их задач. Здесь же, естественно, и обмен данными между какими-либо системами. То есть если мы говорим, что мы заносим данные, скажем, в систему Геобанк, они помещаются на сервер, мы можем это использовать любой другой системой геологического моделирования, системой лекартирования и так далее, любой системой учета. То есть это одна из самых основных задач, которая ставится глобальными, когда встают глобальные вопросы, зачем нам все это нужно. Это вот обмен данными между подразделениями, между системами и так далее. Все. В принципе, я пытался уложиться побыстрее. Если у вас будут вопросы, задавайте, или мы можем отнести это дело, как Игорь Иванович говорил, на финальную часть сегодняшнего дня. Да, тут кому удобно. Так. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.